Такой ураганчик небольшой идет сейчас туда окном, поэтому я иногда в такие ситуации глючит свет или глючит интернет. Надеюсь, что все будет нормально, но если я вдруг вырублюсь, то не без сути, я потом что-нибудь сделаю и врублюсь. У меня есть запасные всякие версии. Так, ну что, мы в прямом эфире. Всем привет, кто нас слушает. Максим, Виктор, спасибо большое, что присоединились сегодня на обсуждение. Напомню, тема сегодняшнего нашего обсуждения — это soft skills и осознанность. Как вообще эти вещи связаны. Я думаю, что мы по отдельности поговорим и про soft skills, и про осознанность, и потом попробуем поискать взаимосвязь между ними. Я, наверное, попрошу Виктора и Максима коротко представиться, так, чтобы у наших слушателей сложилось понимание, кто у нас сегодня вещает. Хотя я уверен, что многие с вами уже знакомы. Вот, передаю слово Максиму. Наверное, Макс, начнешь? Давайте я начну. Да, всем привет. Меня зовут Максим Тимофеев. Я основатель и CEO компании DeepMind. Мы помогаем команде работать с внутренним состоянием, с тем фактором, который называется человек в компании. И через работу с этим состоянием увеличиваем эффективность, решаем вопросы увлеченности, выгорания, коммуникации и так далее. Супер. Да, спасибо за представление, Виктор. Да, меня зовут Виктор Савюк. Я сейчас, ну что-то, ну, у меня есть небольшая активность в области английских инвестиций, то есть я такой инвестор небольшой и большей части занимаюсь адвайзингом, помогаю компаниям строить свой бизнес. А в анамнезе, в бэкграунде у меня несколько крупных проектов, из самых известных, это и руководил компанией Акада, и руководил компанией Дэнни. Супер, спасибо большое за представление. Я предлагаю начать, может быть, с самого такого простого, может быть, небольшого любеза, поговорить в целом про то, что такое осознанность и что вообще вы под этим подразумеваете. И, может быть, если есть какая-то личная история, как вы пришли к этому, тоже интересно было бы послушать. Вот, поэтому снова передаю слово Максиму, интересно, в первый раз. Сегодня приходится стрелять первым. Ну ладно, беру удар на себя. Да, вообще я вот заметил, что из-за того, что появилось огромное количество исследований на тему осознанности в последние, наверное, 5-10 лет, там по экспонентам взлетела наука, возник большой интерес к этой теме, к тому, как она влияет, люди побежали это как-то развивать. И, ну, всегда, когда тема набирает популярность, возникает огромное количество разных толкований, разных взглядов. И недавно писал, нас позвали сделать лидерскую программу в одном университете, ну, в таком предпринимательском университете, не совсем классическом. И сказали, давайте сделаем программу по софтскиллам, по метанавыкам, про осознанность. Я говорю, хорошо, как вы это понимаете, что вы туда хотите включить? Потому что для меня эта тема, она про практику, про навыки. Ребята говорят, нет, ну мы хотим, чтобы студенты как-то там себя отрефлексировали, поняли, какие у них ценности, как они там действуют в разных ситуациях, давайте дадим им там всякие разные воркбуки, вопросы задаем. Такой, хорошо, а как это приведет к тому, что у них навык выработается? Ну, никак, выработается навык рефлексии, да, осмысления себя. И я говорю, что для того, чтобы как-то эту тему приземлить и создать какое-то общее понимание, мы вот такое определение используем. Осознанность — это навык, то есть то, что можно тренировать, развивать, без оценки понимать, замечать, что я сейчас чувствую, что происходит в моем восприятии. Восприятие делится на несколько каналов, это не только чувства там или эмоции, это мысли, образы, которые у нас в уме возникают. И даже более тонкий аспект опыта — это само осознавание, вот я замечаю, что у меня есть восприятие, да, что вообще есть что-то, что регистрирует этот опыт, да, такое познание как бы. Вот, когда мы этот навык тренируем, то мы начинаем очень хорошо постепенно прям видеть, из чего вообще весь наш опыт складывается, что там есть чувства, какие-то телесные ощущения, мысли, какие-то эмоции, да, и потихонечку мы так опыт можем разложить прямо на составляющие. Тогда мы понимаем, а что вообще вот, что это такое, то, что я привык называть собой, да, из чего мой опыт действительно состоит. Вот, соответственно, когда мы осознанность понимаем под навыком, мы можем использовать какие-то методы, практики для того, чтобы этот навык развивать. И здесь мы в первую очередь говорим про развитие внимательности, то есть если мы тренируем внимательность, у нас постепенно возникает возможность все более четко понимать, а из каких, собственно, аспектов мой опыт состоит, и это влияет на все наше восприятие очень серьезно. То есть, если резюмировать, то осознанность – это в первую очередь для тебя навык по наблюдению за самим собой и развитию практики внимательности. Да, это навык без оценки осознавать свой опыт. Вот то, что происходит прямо сейчас. Круто, спасибо большое. Виктор, а расскажите, что для вас является осознанность и согласны ли с Максимом, с его определением, или может быть у вас есть какое-то свое? Ну, смотрите, я не могу не согласиться с определением Максима, потому что моя проблема ровно в том, что я не знаю, что такое осознанность. Для меня это слово появилось не так давно. Я уже говорил, ребята, что я духовными практиками занимаюсь больше 30 лет, а слово осознанность я услышал от детей, потом от каких-то молодых ребят знакомых, но может быть там лет, не знаю, 3-4 года назад. И в последнее время протошквал идет, даже люди пишут в представлениях вас в нетворкинге. Интересуюсь осознанностью. Ну, то есть это, ну, я почувствовал какую-то заезженность этого термина, и в том, я его не понимаю. Поэтому я с Максимом не спорю, я только рад, как математик математикам, если есть определение, с этим проще разбираться. Я-то как раз, вы же помните, это я провоцировал этот эфир, там, говорю, давайте поговорим, давайте поговорим. Мне как раз интересно разобраться, что это за такая стука. Навык, да, навык. Классно. Вот, ну, во-первых, стало сильно понятнее, не до конца, но сильно. И у меня два сразу, две сразу мысли по этому поводу, я буду очень благодарен Максиму, если вы разъясните мне. Ну, по моим представлениям, навык нужен для того, чтобы делать что-то. Сам по себе навык, ну, это как хобби, конечно, интересная штука, там, у меня есть навык, там, не знаю, там, ну, делать матрешки, там, да, ну, навык, там, ну, навык, ну, навык, это что-то, которое к чему-то ведет. Кроме того, абсолютно стандартная ситуация в любых даже недуховных психологических практиках, ровно то, что вы сказали, то есть замечать какую-то проблему в себе, не давать оценки, не пытаться исправить, научиться, в принципе, наблюдать за собой, это метод исправления любых абсолютно проблем, которые вы хотите исправить. Хотите наработать софт-скиллы, делайте себе список, там, негативных вещей, от которых вы хотите избавиться. Первый шаг – научитесь замечать, что вы в эти ситуации попадаете, провоцируете. Хотите избавиться от этих энерговыскивающих мыслей по кругу, научитесь замечать, что они появились. Это навык, ведущий к чему-то. Так к чему тогда ведет осознанность? Если осознанность-навык, равно навык, зачем нужна осознанность тогда, Максим? Да, Максим, сегодня ты отвечаешь на вопрос. Интересный вопрос. Да, я здесь хочу сразу подчеркнуть, у нас с Пашей была уже как-то, у нас такая, ну, как бы, особенность коммуникации. Я здесь вообще точно не в позиции эксперта. У меня есть какой-то свой опыт, свои знания, я ими готов поделиться. Вот, может быть, это будет кому-то полезно. Если прямо отвечать на вопрос, недавно написал такую немножко злобную заметку, как раз на эту тему. Почему злобную? Потому что вот этой последней волной популярности осознанности возникло какое-то прям колоссальное такое непонимание, что практики осознанности нужны для того, чтобы успокоиться и снять стресс. Да, и вот сейчас там примерно 80% людей, которые в эту тему идут, в том числе в компаниях, они именно так практики и воспринимают. Я написал про это, что думать про практики в таком ключе, это примерно то же самое, что на Феррари или на Мазерате ездить по дворовой территории. Да, я сейчас готовлюсь к тому, чтобы сдать ПДД, и вот на дворовой территории можно 20 км в час только ездить. То же самое и здесь. Да, когда мы тренируем внимательность и развиваем навык осознанности, у нас автоматически снижается стресс, нам становится спокойней, и вообще мы лучше себя чувствуем. Но изначально эти практики были созданы как инструмент развития. И я сейчас, вот там ту мысль, которую мне хочется как-то донести в массы, что, во-первых, практики осознанности — это самый серьезный инструмент развития, который когда-либо вообще человечество изобретало или открывало. А во-вторых, что это не страшно, потому что не стоит этого бояться. У нас сегодня также есть научные данные. Очень уже несколько таких разных независимых исследователей открыли то, что, сейчас скажу, страшное слово, и тех, кто нас слушает, предлагаю прям отследить свою реакцию на это слово, что возникнет в первую очередь в мыслях. Такой эзотерический термин сразу. Давайте не будем в эзотерику скатываться и не будем сразу как-то отрицать это. Есть такая штука, как сознание. Она существует. Странно это отрицать. И в ней нет ничего мистического, таинственного. Это просто какое-то явление. Так вот, ну, несколько независимых ученых в 20-м и 21-м веке доказали и показали прям, как это происходит, что сознание человека развивается, да, оно эволюционирует. И в зависимости от того, на какой стадии сознания мы находимся, у нас возникает возможность более комплексно, более сложно, в больших деталях воспринимать мир и с ним обращаться. Это и спиральная динамика, и Билл Торберт, который исследовал эволюцию руководителей тоже по уровням развития сознания, и Сюзанна Кукгройтер, ну, то есть там целый корпус исследователей. Так вот, мы можем делать что-то специально для того, чтобы наша способность понимать мир и воспринимать мир, да, она развивалась. И это нам придает колоссальную эффективность, свободу, ощущение больше наполненности, ну, потому что мы просто лучше воспринимаем то, что нас окружает, и самих себя. И практики осознанности — это наиболее прямой метод к тому, чтобы сознание развивать и помогать себе расти, помогать себе развиваться. То есть это такой рост в чистом виде. Интессенция роста, я бы сказал. Слушайте, ну вот я послушал, и хотя я с вами согласен, ну, скажем так, моя жизненная позиция, мое отношение к внутреннему и внешнему миру, оно, ну, в достаточной степени совпадает с тем, что вы говорите, хотя вы говорите об этом по-другому. Но если бы я до этого много лет этим не занимался, это не было бы для меня существенно важным, я бы вообще не понял, о чем вы говорите. То есть это выглядит примерно так. Ребята, вот Витя спросил, осознанность — это навык, а навык, он нужен для чего? Ну, понимаете, осознанность, она дает вам громадный потенциал развития. Помните этот замечательный анекдот, когда там звонок в дверь, там открываетесь, там стоит молодой человек и говорит, перепишите, пожалуйста, нас в вашу квартиру. Парень, ты с ума сошел? А, секундочку, перепутал листочки. Верите ли вы в Бога? Вот тут какие-то, то есть вы сказали какие-то вещи, которые, ну, вот вы глубоко, наверное, чувствуете, но вот так вот сходу я не уверен, что они понятны, и что они, ну, осознанность, вы правы. Я вообще не знаю, что сейчас в вашем поколении думают про осознанность. Просто я, поскольку для меня это слово родилось недавно, у меня своя устоявшаяся точка зрения на то, как устроен мир, как устроено мое отношение, мои взаимоотношения с сознанием, с подсознанием, с божественными, с высшей силой, вот, и как устроены всякие там религиозные истории и нерелигиозные истории. И я это, ну, я для себя это, ну, скажем так, не то, что я давно решил, наверное, все это еще изменится, но моя позиция уже больше, там, лет десяти, наверное, неизменна по этому поводу. Хотя это плохо, надо как-то развиваться. Но я спросил, осознанность навык для чего? Вы сказали, навык, чтобы было клево. Да, вот я правильно понял? Ну, можно героинчик попробовать, если кому не хватает, тоже клево получится. Ну, а что клево-то? Вот что клево? У каждого своя клевость, наверное, все-таки. Вот что станет хорошо, если человек приведет осознанность? Вот, ну, вот можете сказать, куда это его приведет? Виктор, вот как фасилитатор фасилитатору. Давай. А какой ваш ответ? Ну, вот как можно... Вот, да. Ну, хорошо, ну, хорошо. Понятно. Почему психологи всегда отвечают вопросом на вопрос? А что вы там плохого? Не, у меня... Ну, да, да, хорошо. Дело в том, что я-то... Я на самом деле не знаю реально, куда придет, может, привести осознанность. Точнее так, я не знал, что это такое. Я вам очень благодарен, что в начале разговора вы дали определение. Осознанность – это навык без оценки понимать то, что я чувствую. Супер. Если это оно, хотя мне сильно кажется, что многие люди, которые говорят слово «осознанность», что они интересуют осознанностью, они не этим интересуются. Но если мы вот эту фульку-мульку вот так определим, вот это слово «заезженная осознанность», тогда этот навык позволит мне, если я поставлю перед собой задачу избавиться от каких-то недостатков, избавиться от этих недостатков. Потому что я знаю точно, не потому что я психолог, у меня нет психологического образования, а потому что я с ними много общался, и супруга у меня психолог, и друзей у меня много специалистов. Они все скажут, ну, в этом поводу. Это самый прекрасный навык, который только может быть для того, чтобы избавиться от недостатков. Ты начинаешь их замечать, и это даже не половина дела, это уже 90% дела, если ты их замечаешь, ты от них довольно быстро избавляешься. Это да. Избавиться от стресса с помощью осознанности можно, да. Развиваться с помощью осознанности нет. Вот такого определения не вижу. Общее состояние сделать себя более спокойным, вот увидеть вот на каких-нибудь там измерительных часах количество стресса в день уменьшается и так далее, конечно, это даст какой-то потенциал. Но, возвращаясь к теме, которую задал Павел, чтобы мы не улетели, а то мы 20 минут там уже проговорили, а на тему не тронули, у нас была осознанность и соцскиллы. И первое, что я себе записал, что осознанность – это внутренний мир, а соцскиллы – это внешний мир. Это просто в огороде бузинавки и видять-ка. Я слабо себе понимаю, как эти вещи связаны, только если использовать осознанность как навык для развития соцскиллов. Ну, типа, начал разговаривать, заметил, что человек напрягается. Научился как-то читать невербалику, или тот просто сказал, какой же ты козел, так со мной разговариваешь. Я заметил, что человек напрягается. Не оценил ничего, но понял. Вот. И все такое навык срабатывает. Ну, со временем я научусь от этого избавляться. Но я вот, честно сказать, пытался вот в этом разговоре связать осознанность и соцскиллы. Ну, и как-то вот с таким определенным осознанностью не очень сумел, честно вам скажу. И вообще соцскиллы, мне кажется, это коммуникационные навыки, это внешний мир. Вот. И это мало коррелирует с осознанностью. Вы знаете, может быть, тогда, если плавно к этой теме переходить, потому что вы начали говорить про то, что подразумеваете под соцскиллами, и я понял, что у меня в этом внутри собственное тоже определение. Давайте, может быть, попробуем со второй частью нашего балета определиться, что мы подразумеваем под соцскиллами. И вообще, как это связано с лидерством, с эмоциональным интеллектом. Ну, вы знаете, я вот... Максим начинал, я ему очень благодарен. Тяжело в таких ситуациях начинать, когда разговор непонятен. И еще в реакции людей, которые нас слушают, я надеюсь, хоть кто-то тоже непонятно. Но я бы сказал так, для меня, когда я в своей... У меня в моей жизни появилось требование развивать соцскиллы, я скажу, как я это воспринимал. И не является фактом, что это правильно на самом деле, что я так это воспринимал. Я хотел, чтобы меня люди лучше понимали. Я хотел, чтобы оставлять более приятные впечатления после разговора. У меня не было проблем оставлять впечатление... Ну, когда я с кем-то разговаривал, оставалось впечатление у моего собеседника, что он говорил с умным и знающим человеком. Так нескромно скажу, с этим проблем не было. Но большинство напрягалось при этом. А мне очень не нравилось, что люди напрягаются. И конфликты, да, очень часто это выходило в какие-то конфликты, которые люди либо давили в себе и оставались. Ну, то есть у меня вот с этим было плохо. И я пытался научиться быть более понятным, быть более приятным в общении. Что мне всегда казалось, что я такой клевый парень. А фидбэк, который я стал получать или проглядывать записи, впечатление, которое я видел, когда я проглядывал записи, собственно, в общении с кем-то, говорили мне, что я не очень-то приятный парень, на самом деле, в общении. И вот я пытался от этого избавиться. И назывался нарабатыванием софт-скиллов. Но не претендую на то, что это правильно. Круто. Спасибо. Макс, что-нибудь, твое какое-нибудь, может, определение, или как ты вообще для себя софт-скиллов характеризовала? Для меня софт-скиллы в большей степени лежат в... Они про коммуникацию. Хотя понятно, что софт-скиллс — это, в принципе, любые гибкие навыки, которые помогают нам вообще как-то лучше жить, лучше работать, справляться с задачами, работать с информацией, придумывать какие-то идеи. То есть здесь и про креативность про некоторую. И вообще про нашу способность как-то там организовывать свою жизнь, приходить вовремя или уходить вовремя со встречи и так далее. Но, может быть, у меня там тоже уже некоторые профессиональные искажения есть, потому что мы фокусируемся всегда на командах и на работе лидеров. И для меня это, как я уже сказал, в первую очередь про коммуникацию, про эмоциональный интеллект и, может быть, наверное, про стрессоустойчивость. То есть вообще, как я себя веду в ситуации, там, давление, нагрузки и так далее. И у меня есть такая схема, которую я недавно тоже публиковал. Есть soft skills, есть hard skills — умение конкретные задачи решать, профессиональные, да, там, перетаскивать условные коробочки из одного угла в другой. А есть метанавыки. Метанавыки, они более глубокие, и они влияют на все, они влияют в том числе на soft skills. То есть если говорить про осознанность, и, в общем-то, вы оба уже сказали, да, что если я не замечаю своего состояния или состояние собеседника, то я и не могу с ним эффективную коммуникацию выставить, это как бы немножко так, как будто в вакууме происходит. Тут одна ракета пролетела, а тут другая. Как они там пересеклись — непонятно. И получается, что вот там такой навык, как умение замечать, например, осознанность, внимательность, да, он лежит еще глубже. То есть мне нужно сначала с ним работать для того, чтобы научиться, как можно лучше замечать свои эмоции. И тогда уже начнет развиваться навык эмоционального интеллекта, это soft skills. Да, тут такой интересный момент. Я задумался просто, что такое для меня soft skills. Я там какое-то время провел в тренингах личностного роста, и достаточно долго, несколько лет. И, конечно, может быть, как я услышал у Виктора, например, что это про там были конфликты, хотелось больше понимания. И вот, как бы, чтобы внешне какая-то составляющая больше soft skills я услышал. Для меня, наверное, soft skills — это в первую очередь внутренняя составляющая. То есть, грубо говоря, насколько я вообще себя хорошо чувствую, насколько хорошо я себя понимаю. И от того, насколько я внутренне прокачан, я могу даже ни с кем не общаться, а просто собой заниматься. То есть мой уровень саморазвития. От этого и меняются мои коммуникационные навыки, которые, на самом деле, я почему-то для себя даже не разделяю внутренне и внешне. То есть приведу пример. Мы там в тренингах много работали с людьми, пытались как-то коучить, помогать, что-то им условно менять в жизни через личностный рост. И работа с людьми для меня была самой крутой работой для работы с самим собой. То есть, когда меня что-то начинает злить в человеке, я такой, блин, как же ты, ну, там, не знаю, ограниченный или там тупой или еще что-то. И я понимаю, что если меня это триггерит, значит, меня это в самом себе злит. И проработав это в себе, у меня тут же появляется больше понимания принятия другого человека. Ну, условно, там, любви, если можно так сказать. И происходит вот этот внутренний рост. И мои soft skills становятся совершенно другими. Меня люди совершенно по-другому начинают воспринимать. Они видят, что я переношу свой фокус в себя на них и начинаю с ними работать более качественно. И в этом плане интересно, что вы по этому поводу думаете. Вот это различие внешней и внутренней, может быть, работы. И как это вообще там связано. Вы задали, ну, вот, третье направление. То, что вы сказали, ну, я вот, насколько я знаю, это не soft skills. То есть, ну, вот эта идея о том, что вас злит других людей, то, что на самом деле вас злит в самом себе, что это вылетает из подсознания, ну, и там по юнгу, там, в детство, там, в родительские отношения и так далее. Это правильная, абсолютно идея, которая к осознанности, в том определении, по крайней мере, которое дал Максим, и к soft skills, поскольку все-таки, ну, мне кажется, внешние коммуникации не имеют отношения. Но можно их смешать, конечно, ну, это вопрос определений. Давайте назовем soft skills, ну, можно любое определение придумать, да? Ну, ладно, не буду вдаваться в теорию. Мне казалось бы, чтобы люди совсем не уснули за экранами, я хотел бы, ну, задать какую-то интересную точку для обсуждения и сказать первые-первыхые какие-то слова по этому поводу. Вот для меня soft skills – это навыки, skills – навыки для достижения целей, моих целей в бизнесе, в личном общении и так далее. Для меня то, что осознанность, ну, я, честно говоря, спросил супруга, она все-таки профессиональный психолог, если я правильно запомнил, давно спрашивал, я, Лена сказала, что осознанность – это умение не судить других из себя, то есть, ну, то есть не выносить суждения по поводу чего-то поведения, чьих-то мыслей и так далее. То есть, ну, умение совсем-совсем грубо, это я уже переверну, уважать чужое мнение, уважать собственное понятие, не выносить суждения в каком-то смысле. Вот для меня те духовные практики, которыми я занимаюсь и занимался, мои отношения с Божественным, те медитации, ну, или молитвы, это вообще одно и то же абсолютно, без разницы, они все про одно и то же, это про достижение целей. Ты чего-то просишь, ты пытаешься насытить энергией какой-то образ, ты пытаешься чего-то достигнуть, вот, и этого нельзя сделать, не будучи, ну, я, может быть, слово неправильно использую, не будучи осознанным, фраза «быть осознанным», это вот такая карту Толли, вот эта вот история по поводу «The power of now», «сила настоящего», это я готов понять. Осознанность как навык такой, ну, некий общий навык к достижению чему-то, я не готов с этим согласиться. Может быть, это правильно, тогда, значит, я, ну, вместо осознанности должен для себя другое слово использовать, и у нас тезауров разошелся, скорее всего. Но мне по развитию внутреннего мира с точки зрения достижения целей, как быть спокойным, как быть счастливым сейчас, если кто-то когда-то испытывал вот этот «The power of now», ну, то есть вот этот момент экстаза в настоящем, в быту, в обычной ситуации, я не говорю про истории там со стимулирующими средствами, там с алкоголем, про сексуальное, я не про это говорю, я говорю просто в быту. То, о чем Толе пишет. Вот, я точно, я точно был в таком состоянии, я эти состояния, когда я читал эту книгу, вспоминал, хотя я с ней был сильно не согласен, ходил там сам с собой, дискутировал. Тяжело далась мне эта книга, она немножко в стороне от того, чем я занимался, вот. Но могу сказать, что да, он абсолютно прав, действительно можно находиться вот в этом, в блаженном трансе, в хорошем смысле этого слова, и это, безусловно, влияет на развитие событий, дает вам громадную силу для дальнейшим развиваться. Можно пойти другим путем. Можно просто хотеть, чтобы мой бизнес там, ну, чтобы меня увеличили с продажей там в два-три раза, и ровно об этом просить свою высшую силу, ровно на это работать. И если ты умеешь просить свою высшую силу, если она тебя слушает, то ты это получишь в конце концов. Ну, не само, не свалится с неба там, да, как гора долларов там, а эта жизнь так выстроится, что к этому придет. Это точно, абсолютно так. Но вот это умение разговаривать со своей высшей силой, вот то, что называется Дивейн, вот это умение для меня и есть осознанность. Потому что если ты не чист внутри, ты не сможешь этого сделать. Как ты там, насколько ты никто не чист абсолютно внутри, вот этого я не понимаю. И та, и другая история резюмирует свою болтовню. И софт-скиллы, и осознанность для меня это внешний и внутренний путь для достижения тех целей, которые мне хочется достигнуть. Ну, мне хочется верить, что цели у меня благие, хотя кто знает, но тем не менее это пути для достижения целей для меня. И в этом смысле я, ну, тот определение, которое вы дали, Максим, оно для меня такое, ну, неполное. Я-то думал, что осознанность это другое, скажем так, все-таки. Ну, вот так бы я определил, где эти вещи сходятся все-таки. Софт-скиллы и осознанность. Так интересно, я буквально на минутку ворвусь. Просто если буквально финализируют эту терминологическую какую-то болтовню, я вот для себя понял, что на самом деле для меня осознанность это один из софт-скиллов. Ну, то есть, грубо говоря, я софт-скиллы чуть шире рассматриваю, и осознанность, там, эмоциональный интеллект, не знаю, вот то, что, там, умение со своим подсознанием работать или, там, аффирмациями для себя делать, это для меня просто один из типов софт-скиллов. В этом плане я как-то на это чуть шире смотрю. Ну, да, сори. Ну, это позиция, да. Да, это нормальная. Максим, что ты думаешь по этому поводу? Ну, я повторюсь, может быть, но мне вот очень заходит эта схема, что чем глубже мы идем от хард-скиллс к софт-скиллс и к мета-скиллс, мета-навыкам, тем шире и тем больше воздействия, которые навыки оказывают на нашу жизнь. То есть хард-скиллс — это перетащить коробочку, да, из одного места в другое, или там в трелло поработать. Это хард-скиллс, то, что мне нужно на работе. Я это там и применяю. Софт-скиллс — это, например, коммуникативные навыки. Это работает со всеми людьми, да. Вот всегда, когда я буду в коммуникации, если я буду эти навыки качать, это окажет влияние на мою жизнь. Но при этом коммуникативные навыки, они, например, не помогут мне никак в самоорганизации. Ну, только если я не буду с кем-то договариваться о своей самоорганизации. Да, это другой уже навык. А вот внимательность, она повлияет на все. На все сферы жизни. То есть если я буду тренировать внимательность, я начну чувствовать, как я принимаю душ, мой опыт в душе изменится. Я начну видеть, какие эмоции чувствовать, какие эмоции сейчас переживаю я сам и другой человек. И это повлияет на мою коммуникацию с ним. Я начну лучше понимать, из чего состоят мои рабочие задачи, удерживать там дольше внимание, быть более эффективным. И это повлияет и на хард-скиллы. То есть получается, что, когда мы опускаемся вот по этой пирамидке к метанавыкам, они просто оказывают влияние на всю нашу жизнь. Наверное, как-то вот так их можно разграничивать. Потому что с овскилами не так, с хард-скилами не так. Вот все-таки, уточните, пожалуйста, вы говорите не первый раз фразу «метанавыки оказывают влияние». Это звучит как метанавыки субъекта активности. Они оказывают, они какие-то такие самостоятельно мыслящие субъекты, которые оказывают влияние. А я такой весь из себя теперь такой, с глазами меня эти метанавыки куда-то теперь в хорошее место приведут. А я вот как-то не сильно готов, но так это или нет, потому что я не сильно готов к тому, что какие-то метанавыки меня куда-то приведут. Я, в общем-то, хочу сам управлять свою жизнь. Ну, если вы, например, ходите в спортзал и качаете там себе руки, у вас становится на руках больше мышцы. Да, и все, чем вы трогаете, все, что вы поднимаете, оно теперь поднимается как-то по-другому. Вот здесь абсолютно такая же история. То есть, ну, эти тренировки, они вы должны сделать, да. То есть, там, как-то они сами себя не делают. Они вами не управляют. Но когда мы говорим про осознанность, мы говорим про тренировку внимания, да, про внимательность. Это тренируется проще всего через медитативные практики. Ни для кого-нибудь секрет. Хотя они могут быть абсолютно обещаны какого-нибудь, какого-либо религиозного контекста. Я беру какой-то объект, там, дыхание, например, да, там, живот, и туда раз за разом возвращаю внимание свое, когда оно улетает в мысли, в звуки какие-то, внешние ощущения. Таким образом, я просто тренирую способность удерживать внимание на объекте как можно дольше и как можно чаще его на этот объект возвращать. Все, я качаю мышцу внимания. Так, и вот человек... Я ее качаю. Я ее качаю. Она себя не качает сама. Ну, вот человек стал внимательным, и... То есть, если идея в том, что он хотел быть внимательным, ему хотелось уметь контролировать свое мышление, там, сосредоточиться на чем-то, это клево. А если по жизни он там фаундер стартапа, ему хочется вообще говоря, чтобы у него ретеншн улучшился, улучшился, условно говоря, да? Как это ему поможет? Ну, поскольку это мета-навык, да, он влияет на все. То есть, если я хочу, чтобы у меня было меньше стресса, мне нужно научиться замечать, как вообще стресс выглядит, да, как я понимаю, что я, собственно, в этом стрессе нахожусь. И здесь очень простой пример, там, я обычно, когда выступаю, я приглашаю людей сесть поудобнее, да, и обычно там 80% зала начинают, значит, что-то там ерзать, садиться как-то поудобнее. Я говорю, ребят, а как это так, что вот у вас прямо сейчас бесплатно доступна была такая опция сделать себе комфортней? Но вы этого не делали. Почему? И все такие, блин, блин, почему я этого не делал, правда? Ну, очень просто, потому что у нас нет привычки замечать, в каком я сейчас состоянии, что чувствует мое тело. Да, что сейчас мне не суперудобно, вот у меня сейчас там нога немножко затекла. Я обратил внимание туда, внимание направил и почувствовал, что, о, там какой-то там теншн, напряжение. И тогда уже как-то поменял его. То же самое, там, я основатель стартапа, в меня летит куча задач, и я постоянно между ними щелкаю своим вниманием, да, я чуть-чуть залез в одну задачу, потом еще что-то прилетело. Я там не до конца качественно сделал, потом там ошибка вылезла. И потом всей команде приходится это переделывать, или мне там приходится. У меня вот так, я недостаточно внимания уделил аренде помещения, когда мы бар запустили. И в итоге оказалось, что это объект, который подвержен сносу, его снесли. Вот, да, внимательность или невнимательность в моменте. И то же самое с коммуникацией, то же самое с креативностью, то же самое вообще с ощущением удовлетворенности какой-то от жизни. Сейчас немножко в другую тему зайду, коротко, прям очень хочется мне в нее зайти. Как наука там сейчас смотрит на человека? Вот весь этот психический опыт, о котором вы оба говорили уже, да, там с нами происходят какие-то события, это наша история психическая, она откладывается. Так вот, у нас все травмы и все негативные события, они присутствуют в виде каких-то телесных зажимов. Это не эзотерика, это факт научный. И любой телесный зажим, он создает некоторый безбаланс. Он там чуть-чуть болит, чуть-чуть напрягается. И чисто физиологически в этом опыте мы постоянно вынуждены некоторую часть нашего внимания, неосознанно, на эту зону направлять. У меня что-то в теле там как-то некомфортно. Я так или иначе постоянно свою часть внимания туда направляю. И когда мы начинаем целенаправленно тренировать внимание или ходить на какие-то телесные практики, мы начинаем замечать, что там есть какой-то опыт, там есть какие-то ощущения, да, и блоки раскрываются. И то количество внимания, это ограниченный какой-то ресурс, он небольшой на самом деле, который мы можем мир вообще познавать, оно высвобождается за счет того, что телесный блок раскрылся, мы там это психоэмоциональное событие вновь пережили и отпустили. Да, и тогда мы такие, о, нифига себе, а я на самом деле мир вижу по-другому, да, я больше информации воспринимаю от него. Потому что у меня вот этот канал внимательности, он стал шире, он стал более такой, как лучик светил зажигалкой, а потом фонариком начал светить. Так вот это на все получается, что влияет. Ну, мы так плавненько пришли к тому, что это все-таки некие психологические практики. То, что вы рассказали, ну, это довольно известная практика, там у нее масса применений по поводу, ну, я не буду туда уходить, вы знаете, это лучше меня, а я так по наслышке и там чуть-чуть. Ну да, но это психологическая практика. Внимание, да, ну что, не внимание хорошая тема, тут ничего сказать не могу. Конечно, умение концентрироваться. Если говорить о вот наработке некоторых навыков, то да, умение концентрироваться, умение быть внимательным. Это, ну, первое приложение в любом случае, это умение, там, снять стресс, ну, чтобы ты, там, не весь день ходил под впечатлением какого-то разговора. Или, хотя вы сказали, Максим, несколько раз, я вот не про эзотерику, я-то как раз с эзотерикой спокойно, меня она ни разу не смущает, я много лет с ней дружу. Но ситуация, когда вы все это проходили, встретился с кем-нибудь, тебя выпили просто, у тебя всю энергию из тебя. Вот этот человек попался такой, либо активный, либо несознательный, вампирчик такой энергетический. А социально у тебя всю энергию, это вышло такое, и вот весь день ходишь, как зомби, то ли заболел, то ли непонятно чего. На самом деле, навык, которым вы говорите, позволит восстановиться. Это 100%. Ну да, это как бы хорошая история. А можно я задам один вопрос, я вообще записал его по поводу софт-скиллов. Задам вам, Павел, потому что вы про софт-скиллы топите так по-настоящему, в хорошем смысле. Скажите, а тренированный человек, который, допустим, мастер NLP, который умеет профессионально манипулировать при необходимости, ну там манипуляция, грубое слово, но в общем мастер NLP, скажем так, у него развитые софт-скиллы, на ваш взгляд, это вообще софт-скиллы? То есть, он умеет, если нужно понравиться, если нужно там провести впечатление, если нужно оставить какое-то мнение у человека, это часть софт-скиллов или нет, на ваш взгляд? Ну, наверное, да. То есть, грубо говоря, каждый человек может там профессионализм своего навыка в софт-скиллах проявлять, исходя из своих ценностей. Просто если там специалист в NLP ценности имеет какие-то не супергуманитарные, человеческие, он может использовать их в своих личных каких-то корыстных целях и может быть даже с элементами какого-то саморазрушения. Вот, вот сейчас вот к этому иду. Помните, ну так можно же докатиться подальше, да, я подошел к человеку с пистолетом и ласково с ним поговорил. И сработала известная формула, что с помощью пистолета и доброго слова можно добиться больше, чем просто с помощью доброго слова. Да, значит, и вот это софт-скиллы или не софт-скиллы. Сейчас, типа, общаемся, метод коммуникации. На мой взгляд, вот как раз здесь, ровно причем, ну, осознанность в том виде, в котором я ее понимаю. Если ты с помощью тех инструментов, которые ты обладаешь с навыками общения и так далее, добиваешься, ну, если начинаешь ими злоупотреблять, то действительно это перейдет к какому-то саморазрушению. Для меня это означает, что система, либо жественно, тебя в конце концов накажут. Вот. Ну, не знаю, вот что Максим по этому поводу скажет. Но если человек осознанный, в том, в котором я понимаю, если он, у него есть утренняя ответственность перед собой, перед собственной кармой, перед сознанием, собственно, и так далее. Я, ну, можно назвать его просветленным, я называю это каким-то уровнем осознанности. Может, неправильно это слово употребляю. Тогда, ну, он не будет использовать, там, грубо говоря, пистолет или, или навыки для манипуляции. То есть, он не будет, не будет этого делать. Это его защищает, в конце концов, от саморазрушения. Для меня вот эти две вещи, они работают в паре. Вот. Потому что, если, если это не так, тогда соцкиллы с пистолетом, хорошие соцкиллы. Проблем нет. Я ничего не останавливаю. Вперед. Вот. Максим, все-таки осознанность, вот, что я сейчас, на ваш взгляд, использовал, вместо чего я использовал слово осознанность? Какое вот это психологические тормоза должны работать у человека, чтобы не использовать во вред навыки коммуникативные? Для меня это про этику. И этика тоже такое замыленное, к сожалению, слово, которое часто, у нас как там у слова мораль, сразу у человека есть уже на это слово шор, и включается какая-то автоматическая реакция. Так, все, какой-то опять, какую-то хрень обсуждают, сейчас они мне начнут Иисуса продавать, я пошел там куда-нибудь дальше. Вот. Для меня этика это понимание, как вообще работает мир, понимание каких-то больших законов. Ну, вот ты, если там действительно в колодец наплюешь, потом из него плохо пить. Вот это про этику для меня. Просто так устроено, так работает. И если я это знаю, то я стараюсь не делать чего-то, от чего мне и другим людям потом будет нехорошо. Я в колодец вот не плюю. Вот. И, возможно, здесь можно также сказать, что это сознательность, это осознанность в таком большом каком-то виде, что когда ты развиваешься, ты все лучше понимаешь взаимосвязи, как мир устроен. И здесь как раз вот я когда говорил про то, что наше сознание растет, да, оно эволюционирует. Чем больше оно эволюционирует, тем больше вот этих закономерностей про мир я понимаю. И, соответственно, тем более эффективно я могу свое поведение подстраивать под то, чтобы мне самому не прилетало от мира. Да, то есть вот если я еду 90 километров в час и въезжаю в стену, мне прилетает эта стена физически. Да, вот хорошо знать, как это все работает, чтобы не врубаться постоянно в стену. Ну, вообще, как бы, можно на простейшем уровне понимать, что если ты нагадил в карму, то карма, в общем-то, тебе ответит. Можно на более сложном уровне понимать, но в принципе, если у человека есть понимание того, что не нужно дергать Бога за бороду и не нужно поступать нехорошо, условно говоря, это в конце концов скажется, вот, что жизнь сама таких на каждом строго, как говорил Лысовский, тогда он как-то будет тормозить. Но это все-таки я задал вопрос, вы ответили, это не осознанность, это этика, вы считаете, внутренняя, да? То есть осознанность здесь ни при чем. Это осознанность в широком смысле, то есть понимание того, что здесь происходит в этом мире, как это работает, да, и не деяние каких-то поступков, которые приводят к плохим результатам. Не, не могу согласиться. Вот, ну, не могу, но я подошел с пистолетом к человеку, ласково с ним разговариваю, прошу отдать ему кошелек, квартиру и все остальное. При этом я осознанный человек, я вижу, что я делаю, я не это, не осуждаю, я это заметил, продолжаю с пистолетом с ним разговаривать. Где противоречия? Вроде все складывается. Третий разговаривающее в том, что благодаря нейробиологии мы сегодня знаем, что по-доброму это не будет происходить в вашем теле и в вашем мозге. Вы в этот момент будете испытывать злость, и это негативная эмоция, которая причиняет, ну, во-первых, страдания человеку, который ее испытывает, во-вторых, она физически вредна, то есть в этот момент вы будете наносить себе вред, да, и вред другому человеку, потому что он будет в этот момент испытывать страх, и это тоже будет убивать у него нейроны в мозге, будет создавать мышечные напряжения и так далее. Ну да. Вот, и получается, что это не добрый поступок в чистом виде. То есть вот если попробовать внимательно, очень внимательно сделать, причинить какое-то насилие другому человеку или там украсть, например, что-то, то ты в этот момент заметишь, что у тебя есть неприятные ощущения. А скорее всего, ну, вот насилие прям совершить не удастся, потому что, ну, это будет как-то странно, то есть я иду сказать сейчас какую-то грубость другому человеку и мне от этого плохо. Знаете, я, дело в том, что я с вами согласен, понятно, что я еродствую, когда этот вопрос задаю, да, но меня очень смущает, я не согласен с вашим определением, ну, или так, скажем так, я с ним могу согласиться, тогда существует какое-то другое слово, которое сегодня не произнесено, которого я не знаю, про которое говорю я. Вот для меня осознанность, это в первую очередь, кроме того, что это умение не критиковать ни себя, никого, и умение замечать и быть внимательным, это спасибо за подсказку, это классная штука, для меня осознанность, высокоосознанный человек, это еще и высокоответственный человек перед собственной судьбой, перед собственной кармой. Это человек, который понимает связь бытия, ну, простите меня за высокий слог, и понимает, что вот если он так поступит, как я описал, то, в общем-то, он получит какое-то наказание или через, из-за страха перед этим наказанием, или из-за даже просто внутреннего нежелания быть в такой неприятной истории, из-за нежелания почувствовать те самые, как вы сказали, спазмы или что-то еще, потому что он понимает, что-то будет, он этого не сделает и так далее, то есть что-то его остановит. Для меня осознанность еще внутренняя ответственность, меня, я просил вас, Павел, поговорить по этому поводу, потому что, когда люди так часто используют слово осознанность там в попаде и не попаде, вот как угодно, у меня осталось впечатление, что, в общем-то, никто особенно не понимает, что это такое. Ну, вот Максим профессионал, ну, ваше определение, Максим, меня смущает. Это не навык замечать, как бы за собой следить и не осуждать себя. Это все-таки больше, чем этот навык. Просто, вот знаете, я пока мы беседовали на эту тему, задумался, что вот есть еще такой условный термин знание. И вот мне кажется, больше то, о чем вы говорите, Виктор, это про знание того, как там устроен мир, как устроена этика или мои внутренние психологические процессы. и человек, который осознает эти вещи, у него и будет ответственность перед собой, будет какое-то, не знаю, более правильное этическое поведение. И это именно про знание, которое тоже, ну, может быть, с точки зрения терминологии, по крайней мере, мне такое определение больше заходит. То есть, грубо говоря, понять, что нет никаких чудес, есть тот или иной уровень знания, когда, чем больше я знаю про мир и про то, как он устроен, тем, ну, условно, я могу быть более экологичным, этичным и лучше там проживать свою жизнь и опыт получать более, ну, не знаю. Может быть, может быть. Ну, знание тоже такое общее слово. Знаете, у нас, я хотел еще одну тему поднять, если мы, а на самом деле, Максим, вы, может быть, хотели прокомментировать то, что я наболтал последний раз. Да, я хотел на самом деле тоже отреагировать. Мне вообще кажется, что очень здорово, да, что вот мы сегодня в таком формате общаемся, потому что эта тема, она очень сильно про язык, да, у нас у всех разные термины, нету часто понимания вообще, что как там сегодня ученые на эту тему смотрят, да, и как, какими терминами они какие явления называют. Обычно, когда говорят, например, вот этот человек осознанный, как раз таки имеется в виду именно, ну, ровно то, про что вот вы, Виктор, говорили, про то, что ты, Паша, говорил, да, что человек, он как бы, может быть, чуть лучше, чем неосознанный человек, хотя полностью неосознанных людей не бывает, он чуть лучше понимает, как он устроен, и как устроен мир, да, и, ну, это реально, тогда, вот как бы, эта этика, эта ответственность, она появляется, ну, по сути, автоматически, хотя лучше над ней сознательно тоже работать. У тебя возникает знание, что, ну, если я буду вот делать так со своими сотрудниками, например, если я буду на них кричать, они уйдут, да, и когда ты такой цикл переживаешь, у тебя есть знание, и ты такой, так, мне сейчас не надо уже кричать, если я не хочу, чтобы сотрудники от меня ушли. Получается, что вот в этой области твоя сознательность, осознанность, она немножко повысилась. Но, мне близка просто история с навыком, потому что навык — это что-то очень такое понятное, прозрачное. Возникает много конкретики, что, о, значит, это можно развивать, значит, надо понять, как это развивать, да, как это плохо развивать, как это хорошо развивать и так далее. И если мы внимательно стенируем, то есть навык развиваем, вот осознанность в большинстве в большом смысле она как бы тоже растет. Слушайте, но я понял сейчас вот это, почему я стал так нервно реагировать на определение, что осознанность — это навык, я понял. У меня есть некое неравнодушие и вечный внутренний спор, ну и внешний, когда я общаюсь с друзьями, с психологами, по поводу, в принципе, ну, основного посыла работы психологом с людьми, которые к ним приходят, особенно со страдальцами, ну и в принципе с людьми, которые с небольшими проблемами приходят. Они, даже если люди умеют четко поставить цель, что бывает нечасто, они им говорят, давайте мы изменим вот эти ваши навыки, и потом вы придете к счастью. То есть они не говорят им, куда нужно прийти, ну, за редким исключением, когда человек приходит, ну и конкретно, там фобия, там, не знаю, клаустрофобия, нужно избавиться. А вот, когда приходят люди, у которых проблемы по жизни, они говорят, да, то есть они ставят как цель, на самом деле промежуточную задачу, наработать какие-то навыки. Вот, и в этом смысле очень полезно, ну, наверное, вот вам, работая с людьми, говорить, на создание – это навык. Я просто не, не было бы интересно, если бы нас кто-нибудь слушал и что-нибудь сказал, написал, было бы интересно, согласятся ли слушатели, которые сейчас, те люди, которых интересует осознанность и которые сегодня из этого ключевого слова пришли на этот эфир и послушали, и даже, может быть, дослушают до конца. Так ли они понимают эту осознанность? Может быть, оказалось, что вы один идете в ногу, а все остальные не в ногу. Такое может случиться. Виктор, мне кажется, я, поправьте меня, но мне кажется, у меня сейчас родилась аналогия, и я начал понимать, почему у вас какой-то внутренний протест родился. Мы же проводим обучение по практикам осознанности, и у меня как-то был на обучении парень из Макинзи, и он там на третьем занятии просто начал бахать руками, и такой, Максим, ну вот блин, как же так, вы, значит, мне сказку какую-то убиваете, вы не убиваете вот эту большую, таинственную тему, мы тут медитацией занимаемся, со знанием, это так круто, а вот вы говорите, что это там навыки внимательности, вот, значит, сколько бит пропускает канал внимания у нас, вот, значит, как работает тело, вот на что влияет эта практика, на что влияет эта практика, вот циферки, ну, то есть, мы как будто очень такую глубокую, важную, божественную, как вы говорите, тему, да, суживаем до какого-то там навыка. Вот, вот, у меня ровно такое впечатление, да, потому что я всю жизнь, то, чем я занимаюсь, для меня это гораздо более глубокая ситуация, чем просто навык. Александр написал в чате, что я говорю про привычки, я виноват, если моя речь была так, что могу показать, что я говорю про привычки, я отличаю привычки от навыки, на это моего хватает, гуманитарного образования, и я говорю ровно про навык, про умение что-то делать, да. Ну, да, вы правы, люди ждут, может быть, чего-то более высокого, такого, ну, глубинного, там, да. И это так и есть, на самом деле, это так и есть, это очень глубинные, очень высокие, очень серьезные штуки, которые кардинально меняют, трансформируют жизнь. Просто у вас и у меня, да, у нас есть огромная привилегия, нам не нужно, чтобы нам вот это так все разложили, да, там, по науке и сказали, чувак, смотри, мы это проверили тут на МРТ, да, это работает, значит, ты можешь это делать. Мы это с вами делали интуитивно, потому что чего-то искали и чего-то нашли, но огромное количество людей, их сейчас большинство, они так не могут. Им нужно, чтобы сказали, смотри, это доказано, вот. И тогда они такие, а, ну, раз это доказано, раз это что-то понятное, это не про Бога, а про навык, то мы понимаем, как с этим обращаться. И это хорошо, мое мнение, это хорошо, потому что это открывает для них доступ к тому, чтобы на самом деле становиться счастливыми. Потому что, ну, я не верю, что можно, стать счастливым человеком, если не понять вообще, кто я, ради чего я живу, да, что доставляет мне удовольствие в этой жизни, а что приносит мне страдания. И это всего невозможно без какого-то внутреннего поиска и внутренней работы над собой. Вот. И мы людям к этому даем доступ, распаковывая это все на очень какие-то понятные научные термины. Ну, не могу сказать, что это мне нравится, но это так работает, это правда на самом деле. Это все. Ну, я с вами соглашусь. Действительно, когда говоришь человеку про то, что можно наработать некоторый навык, любое чудо перестает быть чудом и становится достижимым или там достижимым чудом, когда ты понимаешь, что этому можно научиться. Это вне всякого сомнения. То есть я за многие годы понял, что можно научиться управлению энергией и влиянию на события там при желании, что этому можно научиться. И хотя я далек от того, чтобы уметь это делать там по-настоящему круто, я знаю кучу людей, которые делают это круче, чем я, потому что я ленюсь, но для меня это не чудо. Вот реально, как бы, я не понимаю, что в этом нет никаких особенных каких-то фантастических вещей, этому можно научиться. Я хотел, у нас там немножко времени осталось еще одну вещь сказать, вот, ну, просто поделиться впечатлением, вот, тут я опять пронесу эту, не очень люблю эту фразу, ну, из серии разницы поколений. Вот, я, я обратил внимание, общаясь очень много сейчас вот с ребятами, с фаундерами стартапов, которым, как правило, вот, ну, 25-35 лет. Ну, это возраст, условно говоря, следующего поколения, то есть возраст моих детей. Значит, и я очень завидую, ну, так, по-хорошему завидую, потому что вот это поколение живет, оно воспринимает удовольствие от жизни как процесс, а не как какая-то цель. То есть мы там напуганы в свое время, там, предчувствуем гражданской войны, там, талонными и всеми танками на площадях, на Москве и так далее. все хотели же заработать миллион и убежать с ним, спрятать его подальше и обеспечить себя, да, и на пути зарабатывания этого там условного миллиона люди были готовы идти на разные компромиссы с совестью, с чем угодно, вот, и многие этот, ну, там, понятно, пути они разные, хороших там мало, вот, но вот это поколение условно, которому сегодня 30, ну, вот ваше поколение, оно гораздо, ваше поколение гораздо меньше напуганное, хорошо, и может себе позволить жить, как живут, в общем-то, и жили последние, там, лет 50, ну, условные американцы, ну, в каком-то смысле, то есть стараться получать удовольствие от жизни, а удовольствие от жизни, это в первую очередь круг общения, в первую очередь, это комфортное общение, и какой-то, ну, какой-то уровень материальных благ, минимальный, потому что ты понимаешь, что ни черта страшного не будет, если у меня не будет завтра миллион долларов, это не смертельно, я спокойно проживу, ну, и там кредит или что-то еще, но как-то проблему свою решу, и в конце концов, на хорошем уровне осознанности, неправильно это слово использую, можно прожить и не на 500 тысяч рублей в месяц, и даже не на 100, а даже на 50, и, в общем-то, не сильно париться, а просто того, чего ты хочешь. И вот это стремление создать круг общения, комфортный круг общения, вот ровно вот это стремление, скорее всего, на мой взгляд, и в хорошем смысле, породило вот это понятие осознанности, как я хочу быть в мире с самим собой. мне кажется, когда я слышу, как люди об этом говорят, что люди хотят быть в мире с самим собой, и иметь окружение, созданное с помощью слов скиллов, как правильно говорил Павел, именно так, как Павел это определял, иметь такое окружение вокруг себя, таких людей, с которыми комфортно общаться, то есть человек должен быть комфортен, люди должны быть для него комфортны, тогда его целеполагание, оно достижимо, он может получать удовольствие от жизни сегодня, не совсем там, как и Картоли советует, но сейчас, без вот этих промежуточных частей, типа заработать миллион, схватить, отбежать и затаиться с добычей, вот без вот этого. И мне кажется, что люди в основном ваше поколение осознанность используют вот в этом смысле, и это стремление найти внутренний мир и с людьми пообщаться, и найти правильных людей. вот но я тут, понимаете, типа сижу там на горе своего возраста, я реально на 100% не способен понять 30-летних, ну потому что мне 50, там сколько, 8, по-моему, да, вот, значит, поэтому, вот что вы думаете, вот я как бы расколол этот орешек, это так или не так, как вы думаете, ребята? я могу коротко, да, свои мысли рассказать, я согласен про вот эту разницу поколений, разницу возраста, и особенно, знаете, что интересно, моя сестря 23, у меня сегодня была встреча с парнем, которым 19, и он говорит, вот я в Яндексе год поработал, в Артемии Лебедеву студию год, и мне кажется, он говорит, я ничего в жизни не достиг, и все кончено, и я думаю, блин, в общем, чувство... Просто подожди. Я в том плане, что особенно на контрасте вот еще более молодого поколения, которое я, на самом деле, уже местами не понимаю мотивацию, да, они как-то, они еще менее подвержены страху, чем я. То есть они вот просто плывут в каком-то своем вот этом потоке, год здесь поработал, год там, и я понимаю, наверное, это мое субъективное мнение, что люди чуть старшего поколения, они из-за вот этого, как вы сказали, может быть, страха или каких-то вот этих эмоций, они чуть более жестче или формальнее определяют для себя какую-то там структуру, не знаю, образа мышления. Ну, я так, по крайней мере, это воспринимаю. И в этом плане, мне кажется, для любого этапа или уровня, или вот, ну, не знаю, возраста, осознанности, о котором мы сегодня говорили, может иметь, как бы, разную полезность, может быть, или разные цели. Например, для меня осознанность, это в первую очередь, ну, ну, да, как вот вы сказали, получать больше удовольствия от жизни, может быть, одну из целей, я такую преследую. Возможно, для вас это, там, закрыть какие-то пробелы в соцкиллах, ну, допустим, через тоже какие-то вот такие вещи. Ну, по крайней мере, я так это воспринимаю, извиняюсь, что несколько фрагментированного, что объясняю. Я сам пока еще до конца не переварил, но точно наблюдаю, что, возможно, цели, которые мы ставим перед собой, практикуя осознанность, они разные, не только, может быть, возраста, вообще, от психологического состояния человека, скажем так. Да, вот такие мысли у меня возникли. Я, наверное, в целом с вами согласен, Виктор, что мы вот как-то подошли, может быть, к решению, не к решению, а к большей ясности по этому вопросу. Я тоже, на самом деле, согласен. Конечно, у всех немножко свои частные случаи, да, мы все в разных очень условиях. Я исхожу из логики, что любой, любой человек, да, как, впрочем, любое живое существо, собачки с кошечками тоже, на базовом уровне они очень похожи, да, и чего я хочу? Я хочу быть счастливым, да, чего я не хочу? Я не хочу несчастья, да, я не хочу страданий всяческих. И, скорее всего, вы здесь мне идентичны, вы можете со мной согласиться. Вот. А дальше уже возникает вопрос, а что для меня счастье, да, или что для меня страдание? Потому что для кого-то работать, там, жесткой иерархии, нормально. Для меня это страдание и ад на земле, да, и дальше уже вот возникает вопрос, а как мне разобраться, да, потому что когда возникает вот эта там идея, ну, как вы, Виктор, говорите про молодежь, комфорта, да, какого-то, чтобы найти себе комфортное окружение, там, работу, место жительства, а ведь не всегда понятно, что такое комфортно или не всегда понятно, что некомфортно. Я вот работал на работе, мне было плохо, а почему мне было плохо, я не знал, вот, сейчас я уже понимаю, да, но это вот тоже там несколько моментов осознания, да, что оказывается, когда я работаю с людьми, которые мне не близки по ценностям, я испытываю ощущение, там, депрессии буквально, да, вот теперь я это про себя знаю. И тут получается, что чем больше человек исследует, чем больше он развивается, тем лучше он просто понимает, что для него счастье, а что для него несчастье. И осознанность и практика конкретной осознанности, она просто помогает, как мне кажется, этот процесс быстрее проходить, потому что, как я вижу по многим взрослым людям, там, вашего поколения, и вы здесь, как мне кажется, точно не на горе сидите, ну, на горе возраста, может быть, но я вижу, что вы с нее спускаетесь, да, и с нами как бы общаетесь, разбираетесь, там, не боитесь того, что как бы язык там у нас разный, давайте все равно эту правду искать. Огромное количество людей, вот, вашего поколения, оно не может это делать, оно не делает это. И мне кажется, что отсюда... Как-то вы так сразу разные поколения, думс, по голове, там, да? Меня эта тема просто волнует сейчас, и это тоже там может быть полезно в нашей дискуссии уже вот в завершении. Старшее поколение просто в силу возраста, оно, поскольку, ну, более опытное, оно добрее уже только по этой одной причине, на мой взгляд. А вот я могу привести в пример одного человека, у нас с ним хорошие отношения, мы недавно познакомились, и есть разногласия, и согласия по многому, но он очень интересный человек, зовут его Владимир Яковлев, он ведет программу «Возраст счастья», может быть, вы о ней слышали. Его личный девиз «Прожить еще один день и остаться добрым человеком». Прекрасно сформулировано, вот просто настолько здорово сформулировано, что я ему несколько раз говорил, Болодя, ну, просто мне трудно поверить, что есть люди, которые это искренне так живут. Ну, вообще, в принципе, кстати, я еще вот в вашем возрасте я читал Стругацких, соответственно, по-моему, это был «Волны, гости, ветер», и там была фраза про одного человека, там, очень опытного, который ушел из жизни, его вспоминают и говорят, он всегда из всех решений принимал самое доброе. Вот, мне кажется, осознанность, доброта, вот этот вот комплекс, доброта, вообще слово такое, богатое, хорошее, и самое главное, что незаезженное, потому что заездить его тяжело. Каждый из нас хочет, чтобы мир к нему был добрым, чтобы к нему по-доброму относились, каждый верит, что он сам по-доброму к людям относится. Здесь стремление, оно точно у всех существует. Мне кажется, что осознанность находится где-то в той части, когда человек хочет, чтобы мир был к нему добр и сам хотел бы быть добрым к людям. Вот, насколько это связано с навыками внимательности, мне трудно сказать, но мне кажется, вот это есть то внутреннее стремление, о котором я говорил, получать от жизни удовольствие, от процесса, потому что находиться в состоянии доброты, прожить еще один день и остаться добрым человеком. Прости, Володя, что я украл у тебя эту фразу. Но вот, мне кажется, вот это проосознанность. Все-таки я вот про навык не могу согласиться. Хотя вы говорите очень правильно. Я вас не могу переспорить, вы профессионал, а согласиться тоже не могу. Мне кажется, что мы и не спорим. Это факт. Но однозначно я с удовольствием продолжу разговор. Мне кажется, мы с Максимом вдвоем беседовали уже раза 3-4, а тут у нас появился очень острый, умный, тонкий оппонент, и я буду рад продолжить это в каком-то другом. Я вот вас познакомил с одной девушкой, которая, на мой взгляд, эту тему постоянно пытается раскрыть в всяких там мероприятиях Виктория Петрук. Она делала очень интересные вот такие батлы, вот такие, собирала людей, и мы там дискутировали на тему, на тему были успехи или дзен, ну общая такая тема. С разных сторон мы это смотрели. Очень много, там вообще было очень много интересных людей, потрясающих просто. Но Вика это все организовывала, очень советую ее заманить. Заманить. Спасибо большое. Мы не успели еще с ней пообщаться, обязательно поговорим и обязательно что-нибудь с ней сделаем. В общем, Максим, Виктор, спасибо большое сегодня за эфир. очень было интересно, познавательно. Я думаю, что в целом я могу, по крайней мере, характеризовать этот эфир как удачным. Интересно затронули тему. И у меня случилось какое-то количество инсайтов. фотофакт. Спасибо вам большое. Спасибо. Максим, рада повидаться. Не прилетали вопросы в Facebook, на которые мне ответили? Я тоже благодарю. Да, в Facebook ничего особо не прилетело, я думаю, что позже, может, там YouTube что-нибудь спросить. Здорово. Да, Виктор, я тоже был рад пообщаться, повидаться. Здорово. Спасибо. Супер. Класс, ребят. Пока. Пока-пока. Да.